Здравствуйте, уважаемые организаторы, участники Конгресса. Спасибо за предоставленное слово. Несмотря на то, что тематика не совсем близка к общему направлению данного мероприятия, но здесь я хотел бы представить тем, чем я занимаюсь. Это каталитическая газификация, изменение реакционной способности топлива путем ввода различных каталитических добавок. Для начала хотел бы сказать коротко о статистике сегодняшней, которая сегодня присутствует и в нашей стране, и за рубежом. То есть общей мировой энергетики 30% от общего потребления топливных ресурсов составляет уголь. В России этот показатель значительно выше, поскольку наша страна, ни для кого не секрет, обладает колоссальным запасом этого ресурса. Особенно это касается восточной части, сибирской восточной части нашей страны прежде всего. И согласно энергетической стратегии Российской Федерации, на период до 2030 года, энергоисточники, потребляемые традиционно топливом в сибирском и восточных федеральных округах, должны использовать в качестве исходного топлива уголь. Безусловно, это приведет к экономическому росту тех регионов, где происходит угледобыча, углепереработка, но негативно скажется на экологии, поскольку при сжигании угля наблюдается большое количество выбросов оксидной части и, так назовем, твердого уноса, недогоревшей части топлива. Ну, как я сказал, что наиболее простым вариантом использования данного ресурса является его прямое сжигание в энергетических установках с негативным эффектом для экологии. В свою очередь, альтернативной данного варианта может явиться газификация угля, а именно, что подразумевается под этим, это понимается преобразование органической части твердого топлива в горючие газы при высокотемпературном нагреве с окислителем. Присутствие окислителя, это может быть, как вот здесь представлено, кислород, воздух, водяной пар, диоксид углерода или, чаще всего, их смесь. На этом слайде представлен мировой опыт использования газификационных установок. Как видно из слайда, наибольшая часть установок присутствует, разумеется, Китай, США. Ну, Китай сама собой понятна, потому что там большое количество запасов угля, металлургическое производство. В России, к сожалению, таких установок, а может быть, даже к удивлению, их нет. Ну, и вот в рамках реализации нашего проекта, возможно, где-нибудь под Томском, там она появится. Невозможно, она появится точно. Мы к этому идем целеустремленно, успешно реализуем. Ну, здесь представлена принципиальная схема производства и использования непосредственно синтез газа на энергетических установках. То есть, вот, первоочередное, это производство, ну, то есть, газогенераторов с удалением СО2, производство синтез газа. Далее, этот синтез газ можно использовать в газовой турбине. Ну, это такая более, наверное, эффективная схема применения данного топлива. То есть, газовая турбина, потом этот утилизированный газ направляется в котел-утилизатор и дополнительное тепло мы можем получить в паровой уже турбине. То есть, дополнительное тепло мы можем использовать в паровой турбине, что поможет нам осуществить дополнительную выработку электроэнергии. Ну, наиболее простой способ, это, конечно, сжигание синтез газа в котле. Вот. Существующие трудности газификации углей. Это, прежде всего, высокие температуры проведения процесса газификации. Вот. Низкая теплотворная способность синтез газа. Но, опять же, эта низкая теплотворная способность связана с тем, что при неправильно отлаженном режиме, когда выделяется газ, то есть, негорючий газ, большее количество СО2 негорючего. Вот. Также высокая степень недожога топлива и многоступенчатая система газоочистки, которая необходима при реализации данной установки, работы данной установки. Вот. То есть, в рамках вот этих вот проблем мы рассматриваем, прежде всего, это снижение реакционной способности топлива, снижение, а именно снижение энергии активации угля и снижение времени пребывания угля, то есть, повышение, вернее, снижение степени недожога, так скажем. Вот. Путем изменения температурного диапазона проведения процесса. В качестве исходного топлива был принят бурый уголь марки 2Б из молотой шаробарабанной мельницы до величины 80 микрон. Далее был проведен технический элементный состав, который показал, что данные угли имеют большое содержание летучих, легковоспламеняемых элементов, низкое содержание золы и низкое содержание углерода, так как данный уголь является низкой степенью метаморфизма. Здесь представлена микрофотография рассматриваемого вида топлива, то есть, его структура, видно, что он достаточно такой рыхлый, пористый относительно, что, в принципе, опять же, объясняется его морфологией и степенью становления. В качестве каталитической добавки был использован нитрат меди в размере 5% от общего содержания уголь-катализатор. Способ подготовки был выполнен капиллярным способом, то есть, данный вид образца был пропитан. Растворенным нитратом меди в растворе вода-спирт, и далее был высушен в течение 4 часов при температуре 120 градусов. Также надо сказать, что наш катализатор имеет низкую степень разложения, это тоже принципиально важно при рассмотрении данного вопроса. Но непосредственно изучение, анализ, поиск эффекта был проведен методом синхронного термического анализа. В окислительной среде при скорости нагрева 2,5 градуса до максимальной температуры 600. В итоге мы получили графики, которые отображают, что у нас наблюдается изменение температуры начала процесса на 100 градусов. Таким образом, не теряя скорости процесса, у нас температурный диапазон сместился на 100 градусов. Но это положительным эффектом этого, можно сказать, что нужно будет меньше первичного тепла загонять в котел, что снизит собственное потребление и впоследствии увеличит КПД нетто. Ну, то есть, здесь представлены основные выводы, то есть, что я, собственно говоря, и сказал. Спасибо за внимание. Стараюсь ответить на ваши вопросы. Можно спросить, а какой химический состав газа? Метан, бутан, пропан, калорийность? Смотрите, мы вот рассматриваем газ, состав следующий. Это, прежде всего, СО, из горючих компонентов СО, водород, СН4, метан и СО2. Да, остальное, то есть, содержание, там, СН4, содержание СН4 составляет около 4%. Конечно, СО известно, потому что у нас реакция идет с углеродом, и в основном, это, конечно же, этот газ состоит в большей степени из данного компонента СО. Вот, остальное мы рассматриваем, как уже не сорбируем, а не горючие компоненты, то есть, на фоне СО2, то есть, не горючие компоненты, они составляют примерно около 1% всего. Ну, это газоанализатором, путем газоанализатора определено количественным анализом. Если говорить о процентах, все зависит от режима, безусловно, все зависит от режима, как будет выполнен режим, как будет подобран степень продувки, то есть, степень подвода окислителя, потому что это же ведь неполный же процесс газификации, он же вызван неполным окислением. То есть, где-то примерно составляет СО2 20%, значит, СО50 40%, ну, а остальное это водород и СН4. Я сказал, что СН4 составляет 4-6%, не более того. То есть, теплотворная способность данного газа составляет 12 мегаджоуль на килограмм. Как у метана. Да. Давайте, еще вопрос. Остается ли твердый остаток какой-нибудь? Конечно. Да, остается твердый остаток. От этого при сжигании угля мы никуда не денемся и не уйдем, как и при сжигании угля. И сколько по объему? По отношению с тем, что было? Все зависит от того, какое топливо мы используем, какого топлива степени метаморфизма. Если мы говорим о буром угля, конечно, его меньше. То есть, скажу так, что сопоставимо при нормальной работе газогенератора, практически сопоставимо с тем, что мы имеем и на установку прямого сжигания. Те же количество процентов. Я вот про что и говорю, что проведение процесса газификации, то есть стремление повысить вот это вот количество прореагированного топлива. То есть, снизить недожег. Вы в качестве имеете водорода? Водород, да. Водород и кислород, и потом мы их сжигаем. Ну, это мы можем ответить сами. Ну, смотрите, то есть сжигание водорода, насколько мне известно, что сжигание водорода достаточно проблематично на сегодняшний день реализовать. Ведь это достаточно опасно, да. При, собственно, с окислителем может просто произойти детонация. Сжигание водорода. Да. То есть... Значит, какую у вас финансирование? Хорошая? Достаточно. Значит, а если бы вы провели химический анализ состава, то, что вы имеете, бурый уголь, там, или еще что-то, то есть получение химического формула, потом в процессе сгорания произвели спектральный анализ, что при этом излучается, а потом сделали наоборот. Записано то, что вы получили спектральным анализом, подействовать вначале на этот уголь. Не понял. Не понял. Можете, можете пристыть, пожалуйста, вот в дискуссиях. Когда излучение разлагается на более мелкие компоненты, да, вы записали спектр этот, да, запомнили его, и теперь берете этот уголь, перед тем, как его спустить в сгорание, вы его этим спектром облучаете. Так там нагреется и все. Запись излучения записали фотодиодом, светодиодом облучили. Вот я почему говорю, я спросил, что финансирование правительства. Это ерунда, это нагрев. Там в основном тепловые лучи, и что нагреете, и что дальше? Не нагреет. А что? Ну, а световые не греют. Вы мне не говорите. Таким образом. Не это. Герундень собачий. Начнете разлагать на более простые составляющие, которые... Ну, задавайте вопрос. Срочно. Срочно. Ну, да. Нет, нет. От обратного пойдем. Нет. Но это только вопрос был задан сейчас. Чтобы воду разложить, надо построить электростанцию, чтобы было электричество. Вы получите водород, когда разложите, затем его будете сжигать, как у вас КПД будет, и зачем это все крутить? Вот такие вопросы задают. Давайте вопрос. Да, вот могу вернуть ее, кстати. Да. И в Америке, и в России. Да. Вы достаточно хорошо получали иностранные опыты. Они употребляют те же катализаторы? Нет. Каталитическая газификация вообще, это тематика достаточно новая, потому что на уровне фундаментальных исследований, вот этим вопросом большинство занимается китайцы в Китае, поскольку у них производство металлургическое, ну, то есть металлургическое производство развито, а в качестве каталитических добавок всегда используются, ну, в большинстве используются различные виды металлов, щелочные металлы, редкоземельные, переходные, щелочноземельные металлы. И это достаточно актуально для них. Они используют оксиды, оксиды в основном, все исследования их направлены. Они используют оксиды для интенсификации процессов горения и газификации. Вот, именно оксиды. И данной тематикой, наверное, занимаются исключительно только они. То есть, вот анализ, который мы делали, литературный обзор, исключительно вот Китай, 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 Китай. То есть, есть, кто-то занимается в Турции этим вопросом, но это единично. То есть, там, в институте катализа коллектив, там, один-два человека занимается, вот то, что мы объединились, да, вот, свои усилия, и вот, по большому счету, эта информация закрыта. Да, не секретно это все. Я... Вопросик вот. Последний. Последний. Вы думали, не думали над такой идеей, чтобы продолжить вашу работу? Наоборот, притормозить окисление, и потом получать метанол, и метиловый эфир, и еще там 12 продуктов, чтобы получать? Нет. Это очень дорогие. Я, честно... То есть, синтезирование более... Более сложное синтезирование, то есть, получается, да? Нет, я, честно говоря, не думал об этом. То есть, как бы, цель всего, вот, всей этой затеи, это, вот, сам технологический процесс сжигания и газификации. То есть, от этого все исходило. Но, в принципе, да. Но вот если бы, например, мазить газификацию, чтобы СОО гораздо больше было, потом превращать его метанол, метиловый эфир и еще целый ряд продуктов. Другая программа. Другая программа. Другие деньги. Идея хорошая, просто мы по образованию энергетики, и мы потихоньку превращаемся в знатоков химии. Поэтому этот метаморфизм наш, там, изучение каталитических добавок, ну, не так быстро происходит. Поэтому вполне возможно, когда мы усовершенствуем все эти технологии, надо дальше... Нормально. Это привлечение других коллективов, другого опыта, конечно же. Но, и еще хочу отметить такой вот очень важный момент, что вот, который вот всегда вот, большинство таких проектов разбивается. А что? Все, что будет добываться из земли, будет всегда дешевле того, что мы синтезируем. То есть, однозначно, когда начинаешь объяснять инвестору, либо другим заинтересованным компаниям о том, что надо продвигать профессиональное природопользование одно другое, то есть вот это вот экологические факторы предъявляют. Это неинтересно до того момента, пока синтезирование не будет стоить дешевле, чем добывать ресурс и сжигать, и продавать его с выгодой из того, что мы делаем из земли. Да, и в том числе и закон. Особенно это касается вот как раз-таки, нет хорошего законодательного аппарата, то есть такого инструмента, который мог бы поставить организации, организации там, например, того же лесопромышленных комплексов, да, чтобы они взяли и закладывают в тариф продажу своей продукции, они закладывают и утилизацию, а что под этим подразумевается? Они просто берут и продают второй раз то, что они должны уже утилизировать. Продают на предприятия, которые сжигают эту щепу, либо эта щепа не достается никому и горит на болотах. Вот про это я и хотел отметить. Кирилл, большое спасибо. У вас очень интересный. Очень понравилось. Да, и смотрите по реакции аудитории. Профессионально, по-моему, грамотные вопросы. Да, спасибо большое. Грамотный привет. Хорошо, вы вызвали интерес у нас вовремя и в то место приехали. Спасибо.